Доброго времени суток! Всем, друзья! Каспер сменил товарища Биг Дэди, который и... Я сразу после жеребёвки спустился вниз вместе с ним. Он подходит к своей команде, ему пупей просто так разворачивается. Да, бяк. Знаешь, как красавчик, типа красавчик. Натянул. Натянул, отлично, и так далее. Да, жеребёвка StarLadder'а ландфинала прошла. Если вы не в курсе, если вы проспали, то напомню вам, что в первую группу попали Альянс, ЕГЭ, Тинкер и Клауд Найн, а во вторую группу попали Na'Vi, Virtus.pro, Interactive Philippines и Секрети. Это вообще забейет. Да, группы очень, мне кажется, действительно группа слабее, одна, вторая сильнее. Но суть в том, мы опять-таки тут обсуждали это с Нотеном, он говорит, ну суть же не в группе, суть в том, на кого ты в плей-офф попадаешь. И поэтому наоборот лучше быть в сильнее группе, потому что ты в плей-офф попадаешь. На слабеньких. Так что тут такое. Но с другой стороны, в такой группе сложнее выйти в плей-офф в верхней части сетки. Это да. То есть тут тоже есть свои нюансы. Ну, в любом случае, у нас на Старладере очень много бывает разных игровых ситуаций. У нас очень много нежданчиков может произойти. Ну, если в прошлом году у нас были меби-феникс, которые без шанса у всех отлетели, то в этом году филиппинцы, я думаю, поборются. И серьезно поборются. Вот так ты, значит. Уверен? Уверен? Нет, я не уверен. 5-1. Тим Тинкер, Альянс 1-3. На кого бы ты поставил? Я бы тут поставил, безусловно, на ребята с Тим Тинкера. Они выглядят очень уверенно. У них там кой-кво он просто какой-то зверь. Пайкат тоже что-то вдруг вспомнил, как нужно играть. Ну, не то чтобы он забывал когда-то, но сейчас он опять очень хорош. Да, он сейчас перестал фидонить, как в маусах у него получалось иногда. Он вообще такой плотный дядька. Ну, это хорошо. В любом случае, у нас, мы видим, уже пошли пики. Опять-таки, у нас Огрмак заезжает и Вайпер. Ну, и здесь Скайверс Мейдж и Бэтрайдер. Состав Тим Тинкер, вы знаете, очень хорошо. Бульба, Пайкат, Синг-Синг, ЭГМ и Койква. Видели мы сегодня уже с вами Тинкеров. У меня нано-паралон гнется. Нано-паралон гнется, вот это треджеди. Да. Знаете, у нас нано-паралон в студии изобретен, и он гнется. Был бы круто, если ты изобрел паралон, который не гнется. Паралон, который не гнется? Да. Мне кажется, что это описание пластмассы. А, возможно. Примерно. Вполне возможно, да. Я слышу какие-то звуки чего-то включающегося. Я тоже слышу, как у нас режиссер что-то там жмакает. Что-то включается-выключается в USB, знаешь, по-моему, какие-то мышки. Ну, у меня вот постоянно монитор включается-выключается. Я не знаю, что с ним происходит. Превью не выведено просто. Нет, превью. Это во-первых. Да. Ну, комментируй синий экран. У меня отлично. У меня есть красное, зеленое, синее и желтое окошечко. У тебя есть Windows. 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 Круто. 7. Подчеркиваю. Потом идет 8, а потом идет 10. Кстати, в натуре, а где 9? Нет, у Microsoft у них, по-ставим, у них вот Xbox. Да. Xbox 360 и Xbox One. Также и Windows. 7, 8, 10. Что? То есть, я не знаю. Нет, может 9 у них нечисливое число. Может, они решили, что мы его... Вот так мы комментируем, чтобы вы понимали. Да, и вот как гнется нано-паралон, вы видите. Нано-паралон, да. Вот там вот этот вот гнется нано-паралон наш. Ну, это... Ну, вообще, это мы так подняли, чтобы вы видели, что наш спонсор это Asus, и вот здесь вот видно, что Asus. Естественно, да-да-да. Здесь видно, что Asus, да. Везде. Слушай, ну, нам должны доплачивать за такие нововведения. Asus. Да, может быть. Asus, дайте нам денег больше. Мы вас будем... Мы еще нано-паралон by Asus туда положим. Я вот прям напишу корректором белым Asus. Наверное, на паралоне. То, что надо. Ну, что у нас Сларк от Тим Тинкер. Опять мы видим Сларка с игрмагом в связочке. Ну, слушай, коэффициенты вообще ярко намекают на то, что Тинкер сильнее. 1.45 на них, и там два с крючком таким серьезным, пуджовским, да. На ребят из Альянс. Но Тинкер опять, вот смотри, очень быстрый пик. Что Вайпер достаточно рано начинает наваливать. Ну, относительно рано. Ну, пораньше, чем некоторые, скажем так. Да, пораньше, чем SF какой-нибудь. Хороший герой, который в мидгейме действительно полезен. Если выносит быстрый меку, это все вообще... Во-первых, да, хорош в лейтгейме против милишных героев. Милишный герой уже есть потенциально сильный. Это Doom, который сегодня, например, у Сайлант нам его показывал. И Сларк тоже такой мидгейм герой. Ну, мы уже это проходили, да. Вот 10-й левел, плюс-минус 1, и все, пацаны идут воевать. Пацаны собирают Вайпер-Меку. Сларк даггер, например, да, если это будет даггер. Ну и в атаку, и в атаку. И сразу, да, Огрмак кидает на него Бла-Бласт, и он пошел пух-пух-пух-пух нарезать. Бла-Бласт. 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 Ну и вот, смотри, сильных керри сразу же убирают тинкеры. Это минус Нага, это минус Антимаг. Возможно, последним баном будет Мартретка, например, или там Морф, вот что-то такое. Ну, мощные герои имеются. Да, очень мощные герои. Хотя, учитывая то, что тут уже есть и Бэтрайдер, и Doom, следовательно, кто-то из них отправится не на свою обычную позицию. То есть, либо это будет Doom в оффлейне, либо это будет Бэтрайдер в оффлейне, во что я больше верю. Скорее всего, будет фармящий Doom, действительно, а Бэтрайдер... Doom может вообще и на суппорта уйти. Мы такое тоже видели. Да, Кроки очень любили. Да, если захотят поэкспериментировать, то могут и Doom в лес отправить, суппортировать. Вот Джакира, который в какой-то момент пропал из пика, все реже и реже мы его видели. Ну, у него какие-то такие пики бывают, то мы его очень часто видим, то наоборот, очень редко видим. Ну, вот и посмотрим, как будет здесь. Ну, и получается что? Получается, у нас не хватает героя в оффлейне. Причем, возможно, этот герой в оффлейне вообще отправится на триплу с Джакиро и Огрмагом. Вполне возможно. Да, то есть это может быть либо какой-то серьезный боец. Ну, не знаю. Как бы вариант, конечно, с этой триплой с Ларку Огрмаг-Джакиро, он просто фантастически выглядит. И это было бы абсолютно логично, если бы действительно именно так. Да, Horn of Magnus. Ну, и вот смотрим, во что верит Койква. То есть будет ли это бан Керри, или это будет бан Мидера? Ну, наверное, Мидера банил. А, не, Мидера Магна же в мид у нас будет идти точно. Ну, да, то есть банить Мидера нет смысла, нужно банить, наверное... Либо суппорт, да, либо... Ну, два саппорта, кто тут может сильно испортить? Вообще, самим Тим Тинкер вот эти два саппорта против Бэтрайдера, они не самые лучшие, скажем так. Блин, вот непонятно. Непонятно, кто тут нужен Альянсам под Скайросмага, любимого своего, которого они забирают. Ну, какой-нибудь сейчас Рейс Кинг, там, я не знаю, старый добрый, или Шейкер, например, тоже, в принципе, пойдет. Вот нам показывают отличный микс. Да, вот Шейкера банят сейчас Тим Тинкер. Ну, правильно делают, по сути. Это один из вариантов. Да, Шейкер в бане. Ну что, последний бан Альянсов. Вот тут надо действительно побольше подумать, кого стоит банить, но тут нужен... Или бан... Ну, опять-таки, нид Вайпер из мид. Против Магнуса, ну, почему бы и нет. Хотя Магнус там более-менее будет себя чувствовать в миде против Випера. Дайер Тим Пик. Угу. Патма, боже, наконец-то. То у нас она в какой-то момент времени вообще была постоянным клиентом и в пиках, и в банах, а сейчас, опа, бан... А потом, если ничего не сделали, и она неожиданно пропала. Ну, как всегда все происходит в доте, собственно. Так, о, у нас появляется Рубицк. Тогда у нас что получается? Это оффлайн Джекира. Оффлайн Джекира. А может это... Нет, это оффлайн Джекира, да. Оффлайн Джекира. Эта фраза «может» здесь абсолютно нет места. Да, я вот думаю, как еще можно более наркомански расставить линии и... Рубика можно в мид поставить. Рубик в миде. Кстати, когда-то он был там клиентом. Нормыч такой. Да, частым клиентом когда-то был Рубик в миде, когда он только-только-только появился. Да, действительно, ставили. Чтобы быстренько лейбл набирал. Хотя, как потом... С быстрым нулфилдом каким-то там, это очень хорошо. Ну, да, да, типа того. Ну, тут сейчас Магнус есть. И Бэтрайдер есть. То есть инициация у Альянсов прям суперкрутая. Спектра. Ну, опять-таки, Альянсовский пик. Да. И при этом... Вот он, пик Спектры. Это означает то, что мы были правы насчет Дума. Потому что, скорее всего, Дум у нас будет суппортирующий. Наверное. Ну, да хватит нас показывать, а? Хватит нас показывать. Что это за бесфектирующий? Я не знаю. Может, ему просто кабель там подергай, и все будет нормально. Может, бросить не в чем? У меня все, что я мог бросить, вот я уже под монитор поставил. У нас есть пульт от кондиционера, можно пультом бросить. А с кондиционером ты потом что будешь делать? Прыгать до него? Или на плечи у меня садится? А там нет кнопок. Да, кстати. Он вообще не управляем без пульта. То есть его можно включить на 10 градусов и уйти. И выкинуть пульт просто. Все замерзнут. Это как в Сиэтле у нас. У кого термостат был поломан? Я уже не помню. У кого-то из наших. У Игоря, кажется. У него термостат был на 16 градусах по Цельсию. И его, ну, два или сколько там, три дня вообще никто починить не мог. Нормально. Вот это был уровень. У человека в номере 16 градусов просто вообще кайф. Как жить? Ты просто заходишь и… А на улице 35. Да, и ты вроде первых пару минут ты чувствуешь, типа, о, классно, прохладненько. А все оставшееся время ты думаешь, хрена себе дубак какой. Что же здесь делать-то? Или у экстримчика, да. Вот у кого-то, я же говорю, из наших. Ну, может быть, может быть. Может быть, у Андрюхи. Ну что, good luck, have fun, пишут команды. Последний матч сегодняшнего дня мы с вами сейчас будем смотреть. Слушайте, анимешники. Да, начинается, начинается вот это вот. Группа Brothers. Что вот это? Да они… Что же происходит? Что это? Куда? Алло, успокоились, пацаны. Я… Никто не разрешал вот это вот… Переписки вот эти вот ваши, да. Да, в чате. Смайлики. Кто-то по-шведски писать начинает. Бывает. Ну, да. Шведы пишут на шведском. Это крайне подозрительно. Черт. А это… Что теперь делать? Ресторанген. Ресторанген. Мистер Кэт. А, мистер Кэт, я уже понял, о чем. Ресторанген. По хасакульт. Лика тил. Все. Я обычно стараюсь не читать такие тексты, потому что я боюсь, что я что-то ругательное скажу. А, может быть, кстати, да. На прохоне там пишут какие-то маты жуткие. Да, 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 да. Кстати, у Лоды огромный винрейт. Смотри. Ну, Лода вообще на таких вот серьезных лейтовых героях у него, да, винрейт хороший. Ну, он на них умеет. Мне было бы интересно вот как-то за всю историю взять где-то Лоду, да, и посмотреть у него какой-то винрейт на какой-то CM. За всю историю? Да, да. То есть ты понимаешь, что это лет 10 уже? Ну, окей, только в Доте 2, например. Посмотреть его винрейт, не знаю, на CM, на Вич-Докторе какого-то. Ну, вот, например, у меня, типа, папчики, которые я катаю, у меня, как бы это странно не звучало, но топ-2 герой Путш. Вол. Винрейт, то есть, ну, именно по Винрейту. Не, у меня топ-1 Брюма... ой, Бестмастер. У меня не одно поражение на Бестмастере. Нет, топ-1 у меня Найт Сталкер. О, боже. Да, вот тот самый Путш. У меня Найт Сталкер один тоже из топовых, на первом месте, кажется. Да, ну что же, и здесь Адмирал Бульдог, мы видим, будет стоять в легкой линии против Синга на Джакиро. В лесах у нас Бульва будет Сингу помогать. Пайкат в миде, как мы и предполагали, против Эйпмадера. Эйпмадер третью игру за сегодня стоит в миде. У нас, получается, три игры Альянса не было, так? Как же? Да, у нас планировано было две, но они играли... Нет, нет, три было запланировано. А, да, две, да. Две, но они же тогда играли вместо Натиков. Они, типа, должны были играть, просто у нас, наверное, расписание не так быстро среагировало в нашей титровалке, как оно должно реагировать. У меня чуть инфаркт только что не произошел, но не обращайте внимания. Ничего не произойдет с этим монитором. Глубанный нано-паралон. Нано-паралон сломался. Что происходит у нас? Так, ну что, Лода здесь хорошо поформил леса, Аки подпулил ему здесь криповый, мы видим, Лода действительно заформил большого тролля, что, конечно же, огромный плюс. Ну и Койква пока не особо-то подбегает к крипам. У Койквы три крипа, в то время как у Лоды уже пять. А в мид там идет атака. Ну это Мизери, у которого есть уже станчик. И который может с этим самым станчиком уже что-то интересное придумывать. Ну а может не придумывать. Мид прекрасный. Не, можно играть жадно и ничего не делать. Можно, можно. Если осторожно, то все, можно. ЕГМ, тем не менее, не выскакивает у ЕГМа. Надо быть осторожным, потому что смотри, как сильно его бьют с трех сторон, пытаются его окружить. Будет ли стан от Мизери. У Мизери намного быстрее мувспит. И даже стан он не тратит. ЕГМа просто-напросто убивает. И опять Аки, опять на Skyrass Major зарабатывает разглад. Да, это мы уже видели у нас. Боже, и вот что меня раздражает у Skyrass Maga, это такие его фразы, которые он говорит после фрагов. У него там фраза просто, абзац целый просто, понимаешь? Текст. Эссе. Я не знаю, кто там начитывал, но, наверное, там действительно это надо что-то начитать с правильным акцентом-то. Не, ну там актеры, кстати, там есть, видите, реально крутые актеры, которые озвучивали. И вот как раз с этого Белонара, там нормальный чувак, он в этом играл пункт назначения афроамериканца, который подсказывал им постоянно всякую фигню. Мизери погибнут тем временем и Койко забирает фраг, что самое важное, наверное, в этом моменте, потому что на линии ему нелегко остается. Вообще, да, жаль, что на четвертом интернешнле не было войс актеров, как-то... Вообще, четвертый интернешнл, он уже был такой большой, менее семейного типа, да? Да, да, менее такой ламповый, что ли. Да, менее ламповый. Ну, я посмотрел лол, там ламповостью вообще не сильно. Да, вот что-то там с лампами они немного не добрали лампу. Ну, такой, пауза у нас дропнула Адмирала Бульдога. Подожди, а пауза сейчас автоматом ставится? Да, да, да. Только кого-то дропает, сразу пауза автоматически. И, кстати, вот одна особенность, то, что пауза может длиться до суток. Круто. То есть игроки могут просто все выйти, больше потом игры не начинать и зайти в игру. И они вернутся. Да, они вернутся в игру. Как-то сам проблем пишет лодок. Если игра была по билету. О, he gets logged out, вот это интересно. Да, да, да. Вот это прикольно. Ну, я думаю, перезапуск стима должен решить подобную проблему. Так часто бывает. Шведы все сидят сейчас на лане. Они уже практически, как только приехали из Америки, они постоянно на буткемпе готовятся к Старладеру. Послезавтра они уже будут здесь. Ну, турнир немаленький. Турнир уже действительно немаленький и призовые… Ну, призовой как бы самый большой из всех турниров, которые проводятся в Европе, в Америке и так далее. То есть, как бы, действительно, я не помню, какой у нас там призовой. Ну, 200 что-то, 70 тысяч долларов. Ну, там до 300 немножко они дотянули. Ну, то есть, уже более 100 тысяч за первое место. Это реально неплохо. Да, да. Поэтому команды, у них неплохой стимул для того, чтобы хорошо, качественно подготовиться и достойно выступить на турнире. Да, поэтому секретим уже у нас здесь в нашем третьем зале, пока у нас тут финалы КСа идут. Они у нас здесь в нашем офисе уже расположились и уже тренируются. Ну, и будут тренироваться здесь на протяжении следующих нескольких дней. Так что, если вы хотите где-то там увидеть, их взять автограф или сфоткаться, то приходите в арену. Они, я думаю, будут в свободном доступе здесь. Да, возможно. Возможно. Зато у нас ламповая. Тихо. Вот так Каспер комментирует. Вот вы понимаете, что у меня просто лежит монитор и не видно ни хрена. Там лампа лупашит в глаза и она так бликает этому монитору. Короче, это кошмар. Я буду в твой смотреть. Да, давайте. Буду подсматривать. Да, поставь, возьми что-то подставь. Чё ты, не можешь что-то найти. Телефон давай своё подставлю. Телефон, на, подставь телефон. Это всё равно вот это вот. Да, да, давай. Навключите нам экран, лол. Там вообще игра идёт, если что. Да, если что. Что вообще происходит? Эйп манер. Так. У меня попытки установить справедливость. Устанавливать справедливость. Тут тем временем, кстати, на втором месте, даже сейчас будет на первом месте по Night Wars уйдёт Синг-Синг. На Джакиру. Это получается нифига не оффлайн Джакиру. Это получается... Типа керри? Джакиру с офф-линией, который очень много чего вынес. Так, ладно. Так. Мизери. И пульба. Всё, маму монитора колол. Каспер заколол маму монитора. Он мне ещё и превью выключили. Тебе вообще ничего не вижу. Так, ладно, ладно. Всё. Мы, короче, продолжаем. Что-то у нас 1-1. Да, у нас 1-1. У нас, кстати, Лода пытается убить и убивает его ЕГМ вместе с Койква. И Лода пытался ещё давать сдачу. Если бы бежал сразу, наверное, выжил бы. Но Койква с ЕГМ там уже серьёзно вгрызлись в него. И уйти у Лоды не получилось никак. Снизу какой-то экшот. Мизери в инвизи. Мизери со Станом. А, нет. Мизери не со Станом. Мизери с Монобёрном. Ну и Сиксинга надо убивать. Конкасси. Вот, смотри, как внезапно. Да, очень больно. И должен быть, наверное, Монобёрн сейчас какой-то. Ну, там Скаймак даже с ручки добивает. И Синду погибает. Да, правильно. В спектре немножечко денежки нужны. Для того, чтобы хотя бы базовый какой-то забак. Хотя у нас в последнее время очень часто играют активные, да, боевые спектры, в которых урна появляется ранее, которая постоянно залетает за счёт своей ульты в драки. Ну, то есть имеется в виду не вот это самое, тапки собираем 3-8. Да, да, да. Ну и судя по скилл-билду, это, скорее всего, будет именно такая спектра. Потому что вкачан даггер в 2, вкачан дезалейт в 2. Пассивка, возможно, сейчас в 1 вкачается так, чисто для галочки, чтобы была на всякий пожарный. И, следовательно, нет, даже даггер лода решил замаксить. То есть это действительно будет, скорее всего, атакун. Спектра атакун. Ну, 4-4, там ультимейт иногда на 6-ом даже не качается. Ну, конечно, стоит его качать, но не всегда это получается. Ну, не знаю. Нет, у спектры надо качать по одной простой причине. Ты становишься трудноубиваемым, тебя гангать нужно впятером. Потому что ты сразу же улетаешь на последнего типа какого-то в самом заду. Который тебя не может добить. Да, да, и всё, как бы, и убегаешь от него. Ну, и тут у нас вышечку, да, вышечку бьют. Смотри, крипов быстро убили, мизери, мизери поджиг землю. Мансит, мансит. Ну, это, кстати, его сейчас если приморозит, то у него будут проблемы. Слушай, как царь мансит. Долго думает, что у нас сенсит, но в итоге мы видим, даже не попадая айсматом. Ну, просто обрезал путь отхода и, думаю, не оставалось никаких вариантов. У Синка уже третий Ликвид Фаер. И мы понимаем, что тут очень серьезно сейчас товара начнут падать. Потому что Ликвид Фаер в 4, когда у него появится, просто подбегаешь, плюешь, отходишь. Да, вышки горят очень сильно. И, как мы видим, первая уже сгорела. Вот Синка даже не стесняясь подходит к Тир-2 на топе и начинает уже ее поджигать. Ну и пока ничего не могут сделать. Бульдог, Транквилл Тапки, Левел 4, Мизелл Левел... А вообще ничего не могут сделать. Сейчас они Тинки Рамбот и опять-таки. И Горита вырочим. Да, 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 да. И так будет происходить постоянно с любой линии, на какую бы ни пришел Джакира. Да, тут надо быть очень осторожными альянсом, чтобы не отдавать преимущество огромное в самом начале игры Тинкера. Опять-таки напомню, что эти команды будут играть в одной группе на Старлатере. Так, ну и на месте Тинкеров, наверное, стоит сейчас пойти забрать остальные Т1-вышечки. Учитывая, что у них неплохой такой пуш-потенциал. Да, это будет правильно. Ну, типа, смысл сейчас стоять? Надо как-то позабирать линии, чтобы на какой-то одной из линий освободилось место для фарма для Койквы. И чтобы Кошка 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 Кошка. Койква Дума находит. А, ну пока... Так, рубанул его пару раз. Ну, нету дальше шестого уровня у Дума, поэтому может себя в безопасности чувствовать Сларк. Ну, вот не пошел. Я думаю, что надо было бы пойти все-таки ему. Почему-то до конца не пошел Койква. Не знаю почему. Не, ну Койква Даггер, а не, не Даггер. У него что-то... Мидас? Или что это? В Курьере только что к нему вылетело. Да, это тот же Сларк, который был у нас в прошлой игре, который, напомню, закончился не очень. Игра не очень хорошо для того самого Сларка закончилась. Посмотрим, как здесь сработает ли затея с Мидасом на ребёшке. Ну, в миде Айп Матер 23.0, Пайк Акфер 9.21, прыжок снизу. Вот Синг-Синга будет пытаться убить. Тавер забрал Синг-Синг, а будет улетать. Ну, в принципе, всё равно бы не сбили. У Бэтрайдера даже не вкачан Флэймбрейк. Так что хорошо, что одного убили. И хорошо то, что Лода забирает опять-таки фраг. Да, вот я тоже хотел выделить то, что именно Лоде достаётся минус очередной. У Лоды уже 1200 золота. И Лода вроде как дефицита денег пока не чувствует. Её там один раз убили, но один раз ничего страшного. Один раз не фидер. Не фида раз. Один раз не фида раз, да. Всё верно. Можете использовать в пабах. Когда на вас будет орать, хватит фидить. За десятую смерть подряд на восьмой минуте. Да, да. Надо в паб поиграть. Я давно не играл в паб. Я вот, у меня как PlayStation появился, я уже к компу не знаю сколько не подходил. Я вообще не понимаю, как можно шпилить во что-то с клавиатурой и мышкой. Это же тупо. Это реально, это надо сидеть на стульчике. Не на диване. Не на диване. Ещё быть привязанным к каким-то шнурам. Это какой-то бред вообще. Вот у меня в последнее время только возникло желание в КС поиграть и всё как бы, наверное. Всё остальное я в принципе на плойке себя нормально чувствую. Не, я в дотку играл две недели назад, там пол ночи вообще. Было нам весело. Не, ну мы вот с Витей буквально, когда пару дней назад тоже пару папчиков сыграли, лососнули тунца плотненько и забили. Всё, хватит. Проигрывать никогда не хорошо. Если бы ты выигрывал, ты бы выиграл больше. Да, там бы всё, ещё одну, ещё одну. Ещё, ещё, пока не проиграешь, да. Обычно ты ночью садишься играть и пока не выиграешь, типа первую катку выиграл и всё, я пойду спать с хорошим настроением. Да. Семь утра. Красные глаза. ММР на 800 меньше, чем вчера. Да, ММР действительно уже на сотни-четыре ниже, и ты сидишь. Саша, хватит нас показывать. Хватит нас показывать. У Каспера уже монитор лежит. Я уже смирился с тем, что мой нано-паралон не справляется со своими обязанностями. Анпаузный у нас играет, продолжается катка. Ну и Куйква на Сларке 2.01 имеет. Вот это тоже, кстати, у него второй крипстат на карте, первый крипстат у Вайпера. Пайкат, быстрый, очень быстрый Меканзм, есть ПТ, есть Рейсбенд, всё нормально, побежали, полетели, понеслись, будем убивать, наказывать, карать. Ну, обмирал Бульдог минус ЕГМ, Рубика поймал Бульдог, просто через Лассо быстрый сделал фраг, всё правильно, ничья помощь не нужна. Есть фраг, есть деньги. Ну и продолжается идти делать то, о чём мы с тобой говорили. Просто подбежал, плюнул, плюнул. Ну и всё, и Вайпер стоит, он настреливает так потихонечку. Вайпер, причём такой товарищ танковатый, то есть он может вышку на себя принять на несколько плюшек, при этом не особо пострадав. И всё, и вот, продолжает Джакера заливать. Он стоит и заливает. И Койква подошёл как раз караулить, если вдруг кто будет там с телепорта в леса залетать. И Рубик вот тоже заходит на эту локацию, чтобы вообще отрезать все возможные пути для нападения. Ну и не смогли отдефить, и никак не смогли даже подобраться к этому Т1-тавру Альянса. И Т3-тавра упала, ТТ должны продолжать. Рубик украл нас Девауэр, кстати, очень хорошо. Это действительно, это нереально хорошо. На ворды вообще, самое то. Так тут не только на ворды, смотри, пошёл Тролля схавал, и ещё станчик есть, давай. Ну, Рубицк. Рубицк не хочет. Слабак какой-то Рубицк. Бывает, бывает. Да, ну и вот он, смотри, такой большой раздутый вайпер. У Рубика получается 6 спелок. Ты прикинь, сколько кнопок. Так, ну и таварочек. Таварочек заплёв. Опять-таки, не могут, пока у лоды не будет что-то такое. Лода всё-таки идёт в быстрый радианс. Попытка сделать быстрый радианс. Ну, не знаю. Тут уже горит Т2, и это плохой знак. Если Тим Кинкер отважится зайти на хайграунд, но они сейчас не будут, естественно, заходить. Они пойдут либо на Рошана, либо ещё Т2 попробуют забрать. Т2, Т2, Рошан, а потом будет заходить, и всё равно будет очень тяжело драться. Ну, понятное дело, что Тимкера попытается какой-то, что-то более агрессивное сделать до момента появления радианса. Они прекрасно знают, что у лоды там было два фрага, было то-то. То есть по таймингу там будет минуты 17-18. Но всё равно Спектра — это не Нага Сирена. Спектра может нормально вам испортить настроение, только если реально начнётся серьёзный тимфайт. Она не может там иллюзий вам подсылать вот этих, которые будут на вас гореть, заставлять вас тратить Мекку заранее, там, до захода и так далее, и так далее, и так далее. То есть она реально сможет серьёзно вам испортить настроение, только если она уже перейдёт в полноценную атаку. Ну, либо же она прожимает ульт, не идёт, и всё, вы полечились, и у вас всё нормально. Все довольны. Такое может быть, действительно. Пошёл искать нас кого-то Койква, альянсы уже пятером. Битрайдер только-только выформил Даггер. Даггер также есть у Магнуса, и больше нет ничего. У Дума тоже должен быть Даггер, как бы. Ну, у него ворованный торнадо, это что, он будет блинковаться от торнадо? И такой. Прям очень страшно тебе, и ты такой, а-а-а, мы все убрём, давай бежать оттуда. Сквознячок такой, сразу лёгкий. Да-да. Бриз. И тишина такая, значит, пикати-поле. И Дум такой. Танцующий. Вот Магнус и будет пытаться сделать сейчас фраг, ребята. Ну, не того вы, ребят, вылезли. Не надо было Лоди сюда прыгать. Вот не надо было и бульдогу сюда прыгать, не надо было. Вообще никому сюда не надо было идти, потому что тут что-то серьёзный такой развал устраивает ребят. Ну, ты смотри, Лода-то хочет ещё пойти подраться. Куда идёт Аке? Да, Альянса, Альянсам нельзя сейчас драться? Лода такой, да. Лол, да они слабее в миллиард раз. Ну, вот сейчас это было видно. То есть, по сути, по Т2 Тавр затаскивает пиката, который один, пока что-то происходит. В итоге у нас уже подтягивается вся команда Тинкеров, и пайкат не то чтобы не умирает. Он ещё и разворачивается и даёт люлей Магнусу. Угу. Ну, вот так. Так вот. Вот по графикам мы понимаем. Пять тысяч и две тысячи экспрессов. Пять тысяч голды, это, кажется, немного, но на тринадцатой минуте, в условиях того, что у Альянсов нету вообще нифига. Тут есть, конечно, кое-какие деньги припасены, но, опять-таки, вы понимаете, что деньгами никого не застанешь. Ну, если их в мешок и бросить с пятого этажа, да. Не, ну, на самом деле, я не могу с тобой поспорить, вот как бы я ни хотел, потому что деньгами реально ведь не застанешь. А, Дум с Мидасом должен сейчас дать стан этим самым Мидасом, но не может он отстаниться. Почему? Потому что правильно, что Мидас не даёт стан. И ХП, и мувспида, и замедление противнику, ну, мало чего добавляет. И Мидас не заюзанный просто, мне зря не отцепил, он даже не вязал. Из принципа не юзает? Я не знаю, может быть. Может он, может он республиканец. Не знаю, при чём тут это, но ладно, сойдёт от Маска. Нет, ну, в Америке есть такие фишки, что, а он что, типа мясо не ест, он республиканец. А, типа, я понял, у них там свои эти. Свои, да. Ну, грубо говоря, тут тоже. Может, он действительно, у него есть какие-то принципы. Религия не позволяет. Да, религия не позволяет ему юзать Мидас. Может, он вегетарианец, ему нельзя хавать. Не, ну, вегетарианец, по сути, деревья тогда он должен лупить на ура вот эти, правильно? Да, вегетарианец это, когда ты не ешь животных, а жрёшь их еду, да? Да, ну, это правильно, и уничтожаешь мир. Потому что, если ты схаваешь ещё немножечко крыс или собака где-то там в Китае или в Корее, да, ты никому от этого хуже не станет. А если ты схаваешь весь лес, который есть, это будет плохо. Ну, тут убили у нас Сларка, прыгнул Лода, но он больше сюда прыгал для того, чтобы, наверное, просто добраться до линии, а не... Ну, и за компанию там экспу подчаять как-то. Да, и у него он уже 3600 есть, ему ещё пачечку крипов забрать, и будет, собственно, уже Сакрет Релик. Лода, Рейдинг Скорбилл Биткинг, которого было 50 голды, это интересно. Ну, он стоял как раз на Эншенте, ну, не на Эншенте, а на Секрет Шопе, и был готов купить Сакрет. А, ну, тогда 3 минуты, мы понимаем, что, спектр, я сейчас без Сак, когда ещё надо будет, и надо куда-то бежать. Бежать куда, непонятно, надо делать вот этот вот весь путь, который занимает... Не знаю, надо когда-то позасекать, сколько занимает весь путь там от линии к линии, чтобы знать для суппорта, вот, например. Там где-то была инфа о том, сколько до реки занимает путь от фонтана, с тапком и без тапка. Там сколько-то секунд, типа, разница получается. Не, ну, я думаю, профессиональные дойтеры должны знать об этом. Хотя, да, иногда пообщаешься с некоторыми ребятами, которые сидят на тебя, смотрят, что ты вообще-то... Помнишь, да, как у нас даже кто-то видео выкладывал, по-моему, на Na'Vi Gaming, когда мы сидели, а ты-то не пошёл, или пошёл перед Интернешнлом, там было такое маленькое припаде в ресторане. У тебя гей был и так далее. А, ну, я был, там был. А, вы там чуть-чуть раньше ушли, потому что патч вышел. Да-да-да. И этот, и я сидел и задавал просто элементарные вопросы, там, и вот сидела толпа дотеров, там, и Virtus.pro, и Na'Vi, и Empire. И сидели такие, что ты вообще несёшь? Как? Что, серьёзно? Да? Вот так вот? А там вот этот, назвать единственный магический баш в игре, там. Ну, да-да-да-да-да-да-да. Такие задачи. Назвать все, ну, на тот момент это был очень сложный вопрос, назвать все, типа, все дэмэджи, которые композитные. Не, ну, там были свои, да, нюансы в своё время. Фишечки, фишечки. Ну, вообще, тут ты тоже абсолютно прав, потому что большинство даже самых таких... Ну, это надо знать. Кому это надо знать? Капитаном, например. А чем ещё заниматься капитаном команды, вот, если он саппорт? Не, то, что это надо знать, это понятно. Я говорю о том, что многие игроки на этом особо не зацикливаются. Вот есть игроки, типа, например, ПГГ, вот ПГГ кучу всяких фишечек знает. Это да. То есть вот у него там есть свои заморочки, он этот вопрос как-то изучал. Ну, я понимаю, да, что есть игроки, которые играют больше мозгом, а есть игроки, которые играют там исключительно с расчётом на свою реакцию, на свой скил, на своё... На, да, более там какая-то макро, знаешь, задумка. Ну, короче, есть игроки, которые играют главным мозгом, есть такие, которые спинным, грубо говоря. То есть на рефлексах. Вот человек просто шпилит на рефлексах. Он знает, что его сейчас тут ганганут. Он это знает не потому, что уже 9 секунд никого на вардах не видел, а просто, ну, жопу, чёпу, и ему надо оттуда срочно отбинковаться. И вот, собственно, а потом все говорят, ну, хакер, хакер. Он же не выйдет в интервью, не скажет там Кейси. Ну, жопа я чувствовал. Что тут понятно? Ну, обычно так и нужно заявлять. Слушай, а что сейчас будет происходить? Отсутствие радианса нам говорит о том, что, наверное, пора. Ну, и Джакера заходит, начинает заплёвывать. Ну, и по-прежнему альянсы пока драться особо-то не могут. Единственный шанс, это, наверное, цепануть как раз-таки Джакеру в... Ну, и смотри, вон Вайпер откидывает одну ульту. У него же там аганим. То есть он сейчас через всю карту просто пуляется. Бладласты раскидываются потихонечку. То есть, ну, кинкеры готовы драться. А Лода не фармит. Вот Лода нет сейчас денег. Ему не хватает там 500 голды. Да, а ему взять их негде. Линии отпушены. Топ вообще находится возле Т2-вышки вражеской. Знаешь, и сейчас умереть. Вот поймали Мизери. Сразу же ультимейт. Мизери должен погибнуть. Магнус ультимейт под того ЕГМа. Увёз двоих. ЕГМ погибнет. Ничего страшного. Да, ЕГМа сбили. Изменяли его на Мизери. Мизери тут же байбэк. Вайпер расстреливает адмирала Бульдога. Есть Микас, все живы. Да, Спектра урона не нанесла своей ультой. Совсем. И там прыгает Сларк. Ой, ой, далеко! О, ой, Квадум на себя стянул. Кстати, я совсем далеко прыгнул. Я думал, может, у него какой-то Аэгис есть, но и Трошана не забирали. И зря полез туда Сларк. Сларк сейчас. Размен все равно 2-2 и продолжают, продолжают толкать Тинкера. Надо просто продолжать здесь поджигать Т3. Джакира миссовал пару раз, поэтому вышка еще не догорела. А вообще, да, вообще вышка выпадет. Как же работает Вайперстрайк хорошо. И Барак теперь под нос, промахивается. Байк отток отошел. Знаешь, как от автобуса просто. И действительно автобус ехал. Ну, кстати, расстреляет сейчас Магнус, а он погибает. Смотри, что делает этот Вайпер. Он вообще на пофиге. Он просто заплевывает одного, второго, ушел от третьего. Бетра от Синг-Синга. Ну, сейчас можно драться, но Вайпер тут погибнет. И успеют. Мека, ну, конечно. И Бетрайдера тут цепляют в его же лассо. Браво. ЕГМ, отличная игра. Еще один минус. Просто провисимый Тинкера. Да, смотри, там нож, но у Вайпера, естественно, есть чем подрегениться. И резист у него достаточно высокий. Куда он полетел? И просто на базу, на базу. А вот сейчас появляется Радианс. То есть бараки не успели снести. И смотри, какой бьют. Вот, вот они. Вот они. Неопытные. И Джакера переключается, наконец, на нормальный. Синг жарит нормально, да. Такой, вот смотри, смотри, по 20 кило. На, на, получай. Да будь ты проклят. Милишный барак. Ладно. Все, резинь. А Рейджовы бы они уже снесли. Вот в чем дело. Конечно, конечно. Так, тут Бетра. И что, можно убить, кстати. А можно убить же Лоду. А тут Магдус уже опасно. Привет, Синг. Ну и вот первый пошел. Ну, тут Койку убивает Аки. Боже, ты хоть раньше у тебя цепляешь? Ну, тут вообще какая-то непонятная заруба, по факту. И Мизери отступает. Хорошо поймал Игнает в спину. Но успел убежать. Больше его не зацепили. Джакера байбайк сделал, возвращается в драку. Просто шикарная игра. Ну, ТТ, походу, в курсе, что попускать нельзя. Против Спиктера с Радиком пушить будет в разы сложнее, если уже нормально перегруппируется Альянс. И будут готовы. Да, надо идти и добивать. Вот действительно, байбайк сделал Джакера. Тут вообще останавливаться нельзя. У Магнуса есть РП. Хорошо. То есть, сколько кулдауна у РП? Ну, вот, сколько там, секунд. Уже две с лишним минуты идет драка. Да, да, да. Причем, вот такая вот, это драка, слэш, пуш, слэш, вообще не поймешь что. Ну, и вот надо зайти на хайграунд и добить вот этот барак как минимум. Так, Магнус, вот теперь хорошо влетает. И тут Джобутрайдер поджигает. И какой прокаст! Тут Скайер Смейн же еще и ДУМ на койку повесили. И отбивается Альянс. Минус два, байбайк Спектры. Минус три, ЕГМ пытается улететь. Магнус сбить не может, но хватает тычки. Это минус четыре, и один пайк отживой сейчас будет тимбай. Ну, гуд гейм, все. Альянс выиграли. Да не сли. Не хватило. Не додавили. И трипл килл от Адмирала Бульдога, там дабл килл от пайката, но это ничего. И стоит линия. Вот что самое главное. Теперь смотрим, здесь 280 хп, а здесь 300 хп снесены. Поздравляем команду Тим Тимкер. Вот, это вот тот вот койква, который по кирпичику разбирает, а там два таджика кирпичики сзади докладывают. Ну, типа, блин, ну ладно. Короче, я не знаю, у меня вот реально бомбит. И если Тимкер сейчас проиграют, я буду официально заявлять, я им напишу в твиттер, что вы... Виноват? Вот, стрелочку нарисую, красную, здоровенную стрелочку. Когда уже вам введут возможность бараки менять. Нет, понимаешь, у меня была другая идея. У меня была идея добавить в конце игры напротив каждого игрока оценку по пяти звездам. А, серьезно? Ну, типа, искай какую-то табличку, да, и там зрители, например, в Дота ТВ. Будет прикольно, типа, перформанс игрока посмотреть, да? Да, это круто вообще. Это реально классная затея. Может быть, когда-то сделают, я не знаю. И вот у меня просто... И сделать здоровенную красную кнопку, репортед, вот. Как мы когда-то кого-то... Кого мы там когда-то репертили? Я недавно... Ну, у тебя Бернин до сих пор в сайленте. Так, понимаешь, вот играла команда IG против ДК, вот та легендарная игра. Огр Макс этим замакшенным Бладластом, он у меня просто вызывал лютую попоболь. Я думаю, все, вот сейчас еще что-то сделает не так. Опять же, знаете, типа, помечу его этим мутом. Он жутко плохо играет, назовем это так. Так, я нажимаю табуляцию, а у меня уже два типа из его команды в муте. То есть, ты вынимаешь уровень. Да, что наши, ребята. Кстати, Альянсы идут сюда, и Альянсы сейчас будут убивать. У лоды есть Хаунд. Вот он, Хаунд пошел. Тут же Бэтрайдер цепляет Синга. А, самое правильное, кстати, Синга. Просто самое правильное. Синга поднимает себя ветра, но он все равно должен погибать. Ультимейт Магнуса залетел и даже не увидел. Комон, в любом случае, это уже 2 в 1. Магнуса ультимейт в ответку от Рубика. Пайкат дерется до конца. Боже, какой экшн. Не, ну Пайкат там как лэв сражается. Правда, его все равно здесь убьют, потому что Спектра уже доберется сейчас и до него. Подходит Огрмак. И Спектра уходит. Правильно делает Спектра. Очень хорошее, быстрое, четкое решение от лоды. Но его подсветили. Это минус. Телепорт. И что делать дальше? Нож через 5 секунд. Выживать. Да, да, да. Теряет свой стрик лода. Это мега килл стрик. В итоге драка получается... Я не знаю, сколько. Ну, сейчас у нас будет вот этот вот Fight Recap, и мы посмотрим... Все умерли здесь и четверо здесь. Да, и там еще 2 байбэка. Только Огрмак вышел. Вот так вот. 3 байбэка. У него же хп реген 2.5, все нормально. А, да, у него хп реген 2.5. Разница в голде 133-123. 10 голды разница. Отличная игра для Альянса. Отличная драка для Альянса. Они вырываются вперед. 10 голды разница. Это фантастика, конечно. Но Альянс мы в какой-то момент с 10 тысяч до 3 вернули. По хп с 4 тысяч вернули даже в плюс, но все равно сейчас начинает проигрывать. Так, ну и что у нас получается? Получается то, что Тим Тинкер по-прежнему чувствует себя неплохо держаться на плаву по одной простой причине. Потому что Вайпер контрит Спектру. Как никакой вообще любой другой герой, он ее контрит вот целиком и полностью. Спектра очень сильно бьет с руки. У нее не зря это Дезолейд, который еще 50 чистого урона добавляет. Или 60, уже не помню. 65 даже, да. 65 чистого урона. Это реально много. И, то есть, вот она только бегает и ждет Радианса. Да, это тоже не хило, но все равно это не урон с руки, который она себе набирает на протяжении всего матча. Да, вот добрались, наконец, до бараков. На топ не езнули. Так, так, Спектра получает Вайпер Страйк. Очень медленно перебегается. Надо заплевывать этот барак. Стараться, ну, тут один шанс. Или вы его до конца доносите, или вообще уходите. Или да, или все, просто надо сразу уходить. Ну, вот видим, Тинкеры пока остаются. Хотя все ульты готовы у Альянс, они просто ждут, когда хоть кто-то придет к Вайперу. А, ну, или Вайпера самого решили за РПшить, увезти. Ну, неплохо, Вайпера убили. И барак еще можно отбить. Если, например, сейчас вода... Ультимайт, потом ультимайт моды. И как-то очень быстро... Ну, горит барак. Там очень быстро просыпались люди. Ну, там просто Вайпер с Аганимом, он... Ой, не с Аганимом, он с Аегисом. Он там продолжает вообще развлекать людей. Его тут пятером убивают. Он Спектру чуть не убил. Он Скайрос Мейджа там чуть не убил. Это пять в один. Да, да, да. А там в это время... Ну, Сою, в принципе, не знаю, правильный ли размен будет... Можно будет ли правильно назвать размен, если два барака и Аегис были потеряны ради... Ну, то есть, если Аегис и Смерть были потеряны ради двух бараков. Норм размен-то? Да, ну, в принципе, пойдет. Главное, не... Ну, они бы и так донесли. Да, просто потеряли одного Вайпера. Это не так страшно. Если бы там потеряли трех пацанов хотя бы, вот тоже можно было бы сказать. Типа, много денег. Что там пошлятину всякую рисуешь? В смысле, я бараки обводил? Да, я видел, как там бараки обводишь. Что? Ладно, ладно, все. Если бы я нарисовал бы что-то там... Ладно, не буду рисовать ничего. Что сейчас тут начнется? Так, и что у нас? У нас Синг-Синг. С Худом. С Юлом. Такой мансящий Джакира. Неплохой. Это очень плотный Джакира. Это тот самый Джакира, которого все думают, что это легкая цель, но это нифига не легкая цель. Не, ну сейчас, на самом деле, он не такой уж и плотный, потому что у него 1000 хп, и 11 бронит. Именно с руки его можно убить. Но, да, спеллами сложно против него сопротивляться. Там еще и у Рубика вот пассивка, наконец, начинает нормально докачиваться. Смотри, у Сларка-то появляется... Да, Сларка с Кадью уже почти. Ну, тоже 30-ая минута, так что nothing special. Тоже с Мидасом, тоже с Даггером, тоже с ПТ, то есть... Да, да, да. Такая же игра, как у Лоды. Ну и давайте смотреть, что... Ну, у Тинкеров, обрати внимание, у них еще стоит 2 Таура по Миду. У них все стоит. Вышка на топе, да, вышка внизу. Ну, с другой стороны, это золотой запас. Вот. И Альянс, при всем при этом, проигрывает каких-то там 5000. То есть это мелочи. Если Альянс сейчас хорошо выйдут и разочек нормально подерутся, заберут там 2-3 Таура за один заход, очень сильно все изменит. Да, Тараска уже почти готова. Если будут выживать Иллюзии, это будет просто фантастическо. Ну, в принципе, если бы там еще Монта Стайл какой-то появился, было бы, ну, намного лучше. Потому что в обычной Иллюзии сколько они там? 8 секунд вроде бы висят или что-то в этом духе. Ты их особо и не хочешь убивать изначально. У тебя времени на это нет. Ну, когда они горят 65 демэджа в секунду, это немножко неправильно. Еще и Дезалейтем нам как-то подъем. Дезалейтем 50. Вроде 50. 65 вроде он штуки добавляет. 65, нет? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. 50. А? 50? Это просто вот изучатель, знаток механики. Изучатель? Причем механика? Я не знаю, но надо же как-то повыпендриваться. Механику никто из нас не знает. Так, Битрайтер, кстати, сейчас залетит и спалит всю движуху команды Тинкер. Ну, а тут поймали. Не зри, не зри пока Бесси. Я нафармил с Медасом, и летает отсюда. И опять мне Девауров воровали. Ну, ничего страшного, не убили. Не, ну, к тому, что Рубик у нас будет опять формировать. Давай, Рубик, need more money. А он уже кого-то сожрал, да, он крипа обычного сожрал. Слабак. Воровать Девауров и хавать обычных крипов. Я не знаю, да, вообще, как он на это согласился. Беспредел какой-то. Да, ну Сларк со Скади, у Сларка тоже уже почти 2000 хп, арморочка там 12, то есть, ну, нормально, сложновато его убивать. Сам он уже вгрызаться будет плотно. Опять же, вот это замедление, оно очень плохо сказывается на работе Спектры. Она не может раскрыть полностью свой потенциал. То есть, я не знаю, что там в Спектре. БКБ тоже без толку собирать. Вайперы сквозь БКБ наваливает. Снизу, Лода, Лода, понял уже. Ну, да, приплыл. Пошел в Хаун, куда прыгнет Лода, прыгает на топ и выживает. Не факт. Тут пацаны уже развернулись. А там Огрмак сильно испугался, да. И Спектра успевает на даггере уйти. Плюха от Вайпера. Боже мой, что это было? Как? О, мой бог. Это просто забей. Это просто... Получается, это простой его плевок? Да, это обычная плюха от Вайпера. Вот такой же... Какой арвань. Я такого вообще еще никогда не видел, чтобы вот так вот добивало. Не, беда, беда. Это действительно беда. Лода сейчас должен быть очень расстроен. Потому что это очень сильно может повлиять на игру. Если его сейчас Тинкера заставят делать байбэк... Ну, правда, осталось мало времени. А что у него там вообще по деньгам? Сколько у него на руках? 4 тысячи. Ну, да, кстати. Его Тараску могут нехило так... Отложить. Отсрачить. Отсрачить. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой веселый получился у нас момент. Ну что, ИТ-3. Надо бить. Надо бить. Надо активнее бить. Надо заставлять Лоду что-то делать. Ну, есть клип, правда. И Лода 10 секунд. Лода, правда, без Хаунта. И этим надо пользоваться. Лышка уже горит. Причем начинает гореть плотно. Подошел Джакира. Блейдмел решил. А-а-а-а-а-а-а. И Лода, по-моему, перегорел. Не, ситуативное решение, в принципе, это лучше, чем ничего. И Блейдмел тут реально пригодится. Ну, не знаю. Тараска все-таки было бы полезнее. Конечно. Ой, как хорошо бы Трайдера развели и моментально убивать Бульдога. Скоросмаг там тем временем тоже погибает. Да, байбэк от Бульдога моментальный. И теряют вышку сейчас Алианс. Прыгает Магнус. А у него кулдаун на РП. 20 секунд кулдаун на реверс полярити у Магнуса. Ловят Лоду. Зацепили Дума. Куда прыгал Магнус? Я не могу понять, куда. Ладно, ошибка бывает. Бульбу поймали, но хоть одного здесь должны Тинкера отдать. И Бульба становится именно этой самой жертвой атаки Тим Тинкер. Но в любом случае Т3 живо. Правда, там был байбэк у Лоды. И байбэк был также у Бэтрайдера. Ну, 3 в 1. Но Лода на минус 1000 попал вот за эту драку. Да. Где там Лода. Вот он. Да, минус 1000. И купил Бейбэк. То есть Тараски у нас 1000. У него было 4000. У него не хватало до Тараски копеек. Да, но просто если бы он оставил эти деньги на Тараску, он бы мог вообще ничего не сделать в этом замесе. А так он хоть чем-то был полезен. Там людей пугает, включая эти шипы. Слушай, у него Родианс сейчас просто отключен. Да. Может, у него и Дракен был отключен. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Лода без Родианса в драке. Круто. Ну, я смотрю, у Сларк там башер купил. Уже так серьезно начинает приниматься за свое дело. Поэтому Койкова вроде на нем играет. Да. У Сларка все очень хорошо. В принципе, есть башер, есть скади. Так что можно дальше набирать какие-то полезные артефакты. И быть поопасным. С первого удара хлоп и башер. Еще. Земляному стоит здесь, никого не трогает. Мне их вот после того самого выпуска... Репортера? Репортера мне их послужал. Они такие самые няшные. Мы вас не трогаем. Чего вы к нам пришли вообще? Мы тут жить собрались. Кстати, там новый сезон Репортера. Я еще ни одной серии не посмотрел. Я тоже еще ни одной не посмотрел. Но говорят, пойдет. Оттягиваю для себя. Оттягиваю. Вайпер. Вайпер. Видит движуху. Цепляет Бульбу. Пошел Ultimate Misery. Аки дал сайленс. Аки просто с руки расстреливает. Но Аки правда Бульбу убил. Ну вот Спектра пошла драться. Магнус, ну вот, теперь уже нормально обрывается в двоих. И горит пайкат. Горит Гойко. Хотя еще их не забрали. Лода начинает вот только-только подключаться. Лода. У Лоды серьезные проблемы могут быть. Если Вайпер выживет. Но Вайпер погибает. Делает байбэк. И Лода гонится за Койква. Это минус Койква. Ай. Да. Сгорел. Лода вернется ли. Тут мы видим, размен все равно получился 4 в 3. То есть проиграли в Альянс. В живых остался только Лода. У Лоды, кстати, тоже 3100. По Fight Recap мы видим, что плюс он для Альянс в бешеный. При том, что они четверо умерли. Ну, они хороших героев поубивали. И байбэк все-таки от Вайпера. Да. Это решает. И вот. Лода отключает Радик. Для того, чтобы его не спалили в лесу. В случае чего. Да. Неплохо. Но Пайкат уже здесь. Он сделал байбэк. Он понимает, что нету байбэка у Койквы. В принципе, особо здесь не стоит, наверное, нести стримглаву. Но рейнджовый барак будет гореть. Очень сильно будет гореть. Ну, давай посмотрим. Как раз Койквы нет. То есть все будут бить правильно, я уверен. Нет, нет, нет. Они хотят бить милишную. Ну, Спектры нет. Поэтому, в принципе, норм. Если они его заберут, могут себе подобные вещи позволить. Да, дефить никто не идет. Так что все нормасик. Еще и второй, кстати, могут забрать. Спокойненько. Ну, Джакиров просто что-то плюет по крипам. Да, да, да. Он совсем боится. Ну, вот сейчас, да, подошел. Плюет. И это минус сторона. Просто минус сторона. Поймали опять-таки Пайката. Не самая лучшая цель. Но, правда, под Сайленсом довольно больно ему налетает. Вот, Жип Пайкат. Магнуса поднимает, опять Магнус не успевает. Какая реакция? Это просто жесть. И у него опять 25 секунд кулдаун на РП. Может, мы чуть не понимаем. Это... Может, у нас багнула Дота, и у него просто всегда, когда его выделяешь, пишет 25 секунд кулдаун. Может, мы вообще ничего не понимаем. Может, так надо? Ну, может. Может, он просто впрыгивает туда, чтобы... Ну, это как Энигма, знаешь, которая БКБ нажимает? Да, и всем рассыпнули. Несмотря на то, что она вот 10 секунд назад БЛЭКОлл нас же прожала. Мама дорогая, там же сейчас будет убийство. Там сейчас рефрешер. Смотри, что творит ЕГМ. Смотри, что творит вообще ЕГМ. Говорит, сюда иди. Поджор. И вот так вот. Раду Шпектра сейчас накажет, скорее всего, обоих. Да. ЕГМ погиб. Не, там Вайпер пришел. Вайпер... Вот как же Вайпер этих милишников крутит? Как хочет. Да. Существует не успевает ни развернуться, ни подойти, ни отойти, ничего. Там 2 ББК, и альянцы побежали опять драться. Бульдога поймали. Бульдога должны убить. Да, минус Бульдог. И поймали Спектру. Ну и, да, Спектру тоже здесь поймали. Нету Хаута, нельзя отпускать Лоду. Что вообще происходит? Там Багнус въехал. РП потрясающее в никуда. Да, и Койко начинает... Ну, он поймал Койку, но Койко был в ульте, поэтому вообще плевать на то, что он там кого-то поймал. Лода вышел из засады, убивает Койку. Только есть байбэк. Лода включил веймейл. Вайперу пливать. Угрмагу, кстати, тоже было абсолютно плевать, но левел дес хороший добивает сейчас вайпера. Подходит уже у нас Рубик. Мейзери опять живой. Приделал байбайк в прошлой дайке, напоминаем. Ну и тут пошел Угрмаг. Есть. Что он там украл? Левел дес он украл. Такое. В этом левел... 19-ти как раз, да, не хватает. Ну и пытается думать, что это уйти. Да, 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 уходит на дайгере. Там Телекинез еще 5 секунд в кулдауне. Но, но... Не, не достал. И Скаймаг еще конкассившот откидывает. Но опять все поумирали, все по бэбэкались. Шикарная драка вообще. Плюс для тинкеров. Смотри, они... Тинкера, кстати, 10... Не, не 10. 9 опыта и... Офигеть. 9 экспы на команду? Ого, это меньше, чем дается за самого меньшего хреба в доте. За пенька дается 20. Если на троих разделить по 7, по-моему, или как? Ну, что-то типа... А тут 9 на команду. Нормасик. При том, что всего там 7500, или там 7800, да, 7800, да, 7800, да, 7800, да, 7900 и 7900. 7800, 99 и 909. Нормально. Нормально, нормально. Так, 37-ая минута у нас вот тем временем идет. Балба. Балба, иди в атаку. А Балба там с аганимом, он всегда атаковать готов. Балба, кстати, топовый вообще, Гермак. Мне нравится, как Гермак в этой игре отагревает. То есть всегда... Ну, свою работу делает на ура. Рубик, кстати, тоже хорошо. И ГМ кликает ого-го. И РПшечки ворует, и там всякие другие полезные способности. Вот, Дума, например, сворует, да. Он сейчас, конечно, НЛДС опять украл, но Мизери БКБ вынужден прожимать и бежать отсюда. Опять? Очень полезный этот Мизери. Серьезно, он всем БКБ ее знает, чтобы убежать. Она у него уже давно 5-секундная, и продолжает. Так же офигенно, чтобы подчинили, наконец, БКБ. Сразу в мире заплакало много китайцев. Да, да. Когда, наконец, сделали привязку к герою, а не к вещи у таймера. Это круто. Действительно, это правильно. Да, конечно, правильно. Ну, потому что ты начинаешь более ценить этот артефакт, да, там, когда прожимать, когда не прожимать. Хотя, на самом деле, сейчас его наоборот, жмакают в любой вообще... Они еще не привыкли. Люди еще не привыкли, или же привыкли, наоборот, к тому, что какая разница все равно у всех будет в 5-5 секунд. Ну, может быть, да, и есть в этом какая-то логика. Тут Койка смотрит, Рошана просто не прощает. Посмотри, он его бах-бах-бах. Рошан просто с колен не поднимается. Неплохо. Ну, тут же сразу Смоук мы видим. Не видели этого парня из Альянс. У них нет двух сторон, напомним. Ну, Альянс уже на саммите 1-3. Если у них будет 1-4, то мы прекрасно понимаем, что шансов на попадание в ланд-финалы у них практически не будет. Тут попадают две команды, а не четыре. Так что при 12 командах два поражения. Это уже плохо. Бульдог! И бежали. Вы понимаете, что при 12 командах два поражения. Это печально. Три это очень печально. Ну, а четыре это уже крест-крест-гроб-гроб-смерть. Тут уже никуда. Или крест-крест-череп-гроб я уже не понял. Да, да, да. Я не могу даже откуда это. Это Гуфовский. А, Гуфовский. Да, да, да. На куре. Это первый навыдавал, конечно, в свое время. Да, сейчас-то он как-то посерьезнее стал. На подкасты к Галенкину ходит. Да, да, да. Видел, видел. А так что-то ничего нового не выдает. Новый айфон минировый. У него Храдстоун есть обзор. Ну ладно, об этом попробуем. Койква. 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 И это минус Койква. А у кого Аэгис? Айква-то что ли? Да, у Вайпера Аэгис. Ну и Спектра пошла в бой. Хотя пора уже наверно вернуться. Да, там Сларк уже прилетел на тир-1 вышечку. Ой, куда? Что это? Это байкищий курьер с веткой. Ты понимаешь, что этот курьер просто сживо прилетел через всю даку вообще? Ты смотри, смотри, что у нас получается. Магнус хорошо стягивает, но там отличный мультикасс трехкратный от Огр Мага. Остается здесь Спектра. Нет, Спектру забирают. Забирают также у нас еще и Дзума. Да, у Аэгис вернулась. То есть все хорошо. Аэгис сбили. А у Пайката там сейчас будет еще и БКБ после Аэгиса. Койква далеко зашел. Койква нет. Байква напомним. Койква. Ну, лоду, лоду. Все, Вайпер. Вайпер вгрызся в лоду. Вайпер его не отпустит, скорее всего. Хотя нет. Вайпера тут тоже решили немного приостановить. Где Джакир? Вот он бегает. У него мало хп. Он поджигает тавры издалека. Вайпер начинает расстреливать уже по-серьезному. Ну, там глиф сразу поджимают. У Вайпера еще есть БКБ. У него только что появилась мека. Ему надо подхилять сейчас Синг-Синга. Надо подхилять. Сейчас все подойдут. Да, и вот она пошла мека. И начинает гореть база. Мега-крипов допустить нельзя ни в коем случае. Это равноцельно... Равносильно просто поражению... Ай, лода, 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 приморозили. Не поможет тебе, Блэйд Мейл. Да. Минус лода, 110 секунд. Это бут гейм. Ну, что? О, альянсы, наверное, прощаются со своими шансами на попадание на саммит. Да. Да, да, да. Гуд гейм. У тебя, может, здесь плей-офф? Я не знаю. Я не помню. Промат, вроде и саммита. По-моему, нет плей-оффа. Сразу погуляют. Хорошо, что мы с тобой вообще помним? Начнем с этого. Я... Ха-ха-ха-ха. Блин, какие же наголимые. На саммите есть плей-офф? Есть. Сколько команд похороняет в плей-офф? Четыре. А, ну тогда счет пойдет. Мы похоронили уже альянсы. Я уже похоронил альянсов. Мы раскапываем, короче, сейчас. Я потихоньку начинаю лопаткой такой... Берем лопаты, раскапываем альянсов и начинаем, собственно. Ну, все нормально. Так что четыре команды попадают в плей-офф и две из этих четырех. Нет, ну слушай, ты когда начинаешь с 1-4... Одна едет. Как одна? Одна. От Европы одна команда едет? За вторую конкретную расставку. Но за шестую. Что за чип? Подожди, еще раз. То есть у нас едет ЕГ точно. Едет от Китая одна, от Европы одна, от Америки одна, за Европу одна, а шестая это жеребенка полная. Ну, голосование людей. То есть в нави в любом случае попадут. Ну да, так что нормально. Можно не играть. Изи голосование. Изи, ну вот понятно. То есть как бы вы сами все понимаете, да? А я думаю, что вот это париться там... На фига играть. Мы, кстати, используя наши соседи, возможности, можно же подобузить кому-то поездочку в Лос-Анджелес. За лавешечку. Что так комментаторов на турнире? Сашка Дашкевич, ты хочешь в Лос-Анджелес, Сашка? И Сашка такой... Да Сашка пойдет, там еще сейчас 5 игр выиграет и поедет совершенно спокойно. Да, у Сашки все хорошо. Так у меня, кстати, в компендиуме саммита вообще ничего не... Ого, тут сколько всего. Я вообще ни разу в него не заходил. Даже видео есть. Да, трейлер там и все такое. Ты понял. Компендиум Оуэнерс Волк, действительно. Короче, Майя, не понимаете вообще, что там происходит. Надо будет зайти потом потестить. Да, да. И призовой уже 245 тысяч долларов, кстати. Кстати. Пес ржачный, кстати. Пес шикарный, вообще. Просто шикардос, особенно когда он летает. Он настолько крутой. Да, пес классный. Да, ски, за хаски. Да, и напоминаем, что там сами-то покупайте билеты и покупайте вот эти... Сундуки. Сундуки, они тоже 10% от каждого сундука идут. Призовой фонд. И 25% от билета идет Призовой фонд. Там уже есть открытые ачивки, что будут люди, опять-таки, в компендиуме выбирать, кто комментирует гранд-финал. Да, да, у них есть такая тема. Это секретный гость будет. Интервью в ванной, конечно же. Loading Screen, Hood, War D, All Stars Match, Tag Tournament 1 против 1. Еще чуть-чуть осталось. И Mount на Луну у них 9-м скрэч-голом будет. Ух ты, слушай, у них вообще прикольно. Ну да, Treasure, прикольно. У них очень прикольный компендиум. Да, да. Мне нравится. Я где-то, похоже, видел. Ну, да. И в один человек дело. Ну, вот и я хотел сказать, что да. Неплохо. Так, турнирную таблицу мы глянем после окончания. Я думаю, что да, уже пора прощаться и валить вообще отсюда. Посмотреть турнирную таблицу. Не, ну, само собой нужно посмотреть турнирную таблицу. Посмотреть турнирную таблицу. Посмотреть. Так, я что-то не могу выбирать. Так, ну вот она, турнирная таблица. Вот они, Тинкеры 6-1. Очень достойно начали. И они уже почти закончили играть этот сезон. Саммита. Все у них хорошо, да. Могут побеждать. Да. Ну, дальше вы видите, что за плей-офф борются Сикреты. У них 3-0. Пока все хорошо. Virtus.pro Polar. M5-3-3. Power Rangers 3-3. Na'Vi 2-1. У нас еще очень много матчей. 2-1 Компасы наши любимые. Fnatic 2-4. Empire 1-2. 1-2 Cloud9. Ну и Balkan Bears 1-6. Это уже, наверное, эти ребята в плей-офф, скорее всего, не попадут. И я думаю, это факт. Ребят, на сегодня мы с вами прощаемся. Мы извиняемся за два перенесенных матча Na'Vi. К сожалению, не в наших силах. Что-либо изменить. Как-то на это повлиять. Мы бы, может быть, и хотели. Но, к сожалению, не можем. Сразу же, перед тем, как мы попрощаемся, хотел бы я сказать, что будет завтра на наших трансляциях, на наших каналах. Завтра, вот он, понедельник. Подгрузись информацией, пожалуйста. Нет, не нужно. Понедельник говорит нам, что завтра в 12 утра по Киеву у нас начало. То есть в 11.00 C. Гатхан будет комментировать саммит Китай. В 15.30 начинается саммит Европа. И в 19.45 по Киеву, в 20.45 DreamHack вечерний. DreamLiga. Отлично. DreamLiga. Ну, я вам пожелаю удачи. Меня завтра не будет. А я буду. Зато я буду. Зато я буду. Это самое главное. Так что завтра саммит, завтра DreamLiga. Послезавтра саммит, послезавтра тоже DreamLiga. В среду тоже DreamLiga. А в четверг лан-финалы. Да, уже лан-финалы Старладера. Билеты еще есть. Только что было здесь Dead Angel, который занимается у нас как раз-таки продажей билетов. Вы можете забронировать эти билеты, можете забронировать их по телефону в любое время суток. Серьезно. Билеты еще есть. Выкуплены только первые ряды. То есть есть еще даже свободные диваны. Вот сегодня к нам приходил здесь Ваня Факер, который пришел лично, чтобы выкупить диван для себя и своих друзей. Мажор. Ну, мажор. Это говорит о том, что у нас тут никакого блата. Мы тут не пропускаем никого. Все должны быть диваны. Все правильно. Места еще есть. Так что звоните, бронируйте места на все четыре дня финала. Здесь будет, конечно же, весело. Да. До скорых встреч в эту сторону сетевого кабеля. Это был Каспер, Вилат и наших два супер-нано-коробки. Супер-нано-коробка и нано-что-то. Парлом. Пока.